Проявление скрытого смысла сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Старик ловил неводом рыбу. Старуха пряла свою пряжу. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года. Это рыбак, старик, древняя душа, человек, делающий выбор внутри себя. Жил у самого синего моря, то есть у проявленной части океана жизни и любви. То, что внутри него и имел связь, контакт с этой частью себя. Да только мыслями, что плело его эго, старуха интеллект без света. Из синего моря ничего хорошего для себя оттуда выловить не мог. И так прожил он тридцать три года. Старуха эго плела пряжу, мыслями создавала нищенскую жизнь. Землянка жизнь обветшала, корыто тело развалилось. Но всё-таки в рыбаке-человеке шли изменения. И настал момент, когда он соприкоснулся с истинной сутью в себе, духом света, любви, духом жизни. Раз он у моря закинул невод, пришёл невод с одной тиной. Он другой раз закинул невод, пришёл невод с травой морской. В третий раз закинул невод, пришёл невод с одной рыбкой. С непростою рыбкой, золотою. Почему у Пушкина рыбка взмолилась отпустить её? Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человеческим. «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогую за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь!» Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Хоть и добрый был человек, да безвольный, бездумный, потому что ум человека в этой жизни невежествен был, и сам он жил, служа старухе, эго, интеллекту. То есть, не задумываясь, верил всему, что через эго, интеллект шло ему. Жил по стереотипу мышления, вложенных программ в нём. Спящая душа и сознание его были материи. И страх перед неведомым в его уме материи взял верх, и отпустил он золотую рыбку, скорее, из страха, чем по великодушию. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово, «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо! Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе!» И рассказал старухе. То есть, после действия его интеллект начал накручивать. Вот тут у каждого найдётся огромное количество примеров, как интеллект убеждал человека сделать так, что ему лично не только не было полезным, но и вредил, как человеку, вынуждая из воплощения в воплощение проходить одни и те же уроки. И как нам показывает Пушкин? Воротился старик к старухе, рассказал ей великое чудо, «Я сегодня поймал, было рыбку, золотую рыбку, непростую, по-нашему говорила рыбка, домой в море синее просилась. Дорогой ценой откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмеял я взять с неё выкуп, так пустил её в синее море». Старика старуха забронила, «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с неё старое корыто, наше-то совсем раскололось корыто тело». Прикоснувшись к духовному, человек начинает очищать тело своё различными практиками, тренировками, методами. «В здравом теле здоровый дух», — гласит народная пословица. И что дальше? Вот пошёл он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила, «Чего тебе надобно, старчи?» Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, государыня рыбка! Разбронила меня моя старуха, не даёт старику мне покоя. Надобно ей новое корыто, наше-то совсем раскололось». Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто». Воротился старик ко старухе, а у старухи новое корыто. Стала раскрываться в нём сила света. Начал он исцелять других словом, энергией, да и не заметил, как эгоинтеллект его увёл в сторону и выросла в нём тщеславие, высокомерие. «Пуще старуха бронится, дурачин ты простофиля, выпросил дурачин корыт в корыто, много ли корысти?» «Врати из дурачина ты к рыбке, поклонись ей, выпросил шизбу». Изба — лучшая жизнь в материальном достатке. Вот пошёл к синему небу, помутилось синее небо. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросил, «Чего тебе надо, на старче?» Ей старик с поклонным отвечает, «Смилуйся, государиня рыбка, ещё пусть старуха бронится, не даёт старику мне покоя. Избу просит сварливая баба», отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет». Пошёл он ко своей землянке, а землянки-то нет уж и следа. Перед ним изба со светёлкой, с кирпичной бёльёной трубой, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком на чёрный свет, муж ругает, «Дурачин, ты простофиля!» Выпросил простофиля избы, «Братись, поклонись, рыбки!» «Не хочу быть чёрной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой!» Видите, как здесь у человека в его сознании материи растёт эго, тщеславие. Пошёл старик к синему морю, неспокоен на синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо, старчик?» Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, государыня рыбка!» «Пуще прежнего старуха вздурилась, не даёт старику мне покою!» «Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть столбовою крестьянкой, не хочет, хочет быть столбовой дворянкой!» Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом!» Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем, на крыльце стоит его старуха, в дорогой соболье душегреки, парчёвая намаг в китичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки, перед ней усердные слуги, а она бьёт их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе, «Здравствуй, барыня, судариня дворянка, чая теперь твоя душенька довольна!» На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Неблагодарность, высокомерие, гордыня в интеллекте, в невежественных аспектах материи, раздувается эго от чувства собственной значимости, хотя заслуги-то ни в чём нет. Как и способности, но возомнила себе эго. Вот неделя-другая проходит, ещё пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает, «Воротись, похлонись, не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть вольной царицей!» Испугался старик, взмолился, что-то баба белины объелась, «Не ступить не молвишь, не умеешь, не молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство!» Осердилась опущая старуха, по щекам ударила мужа, «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, со мною дворянкой столбовою, ступая к морю, говорю тебе в честью, не пойдёшь, поведут по неволе!» Ощутила эго власть над безвольным стариком. Старичок отправился к морю, почернело синее море, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо на старче?» Ей с поклонным старик отвечает, «Смелуйся, государыня рыбка!» Опять моя старуха бунтует, «Уж не хочет она быть дворянкой, хочет быть вольной царицей!» Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, заступай себе с Богом!» «Добро будет старуха царицей!» Старичок к старухе вратился, что ж, пред ним царские палаты, в палатах видит свою старуху, за столом сидит она царицей, служит ей боярь да дворяне, наливают ей заморские вины, заедает она пряником печатным, вкруг её стоит грозная стража, на плечах топорики держит. Вверх над сознанием человека взял эго, микробный уровень сознания невежественного, имеющий примитивное понятие о жизни богатой, вынуждал человека использовать силу не по назначению, тратя её на удовлетворение примитивной части природы своей, земной, нелюдской. Как увидел старик, испугался, в ноги он старухе поклонился, молвил, «Здравствуй, грозная царица! Но теперь твоя душенька довольна!» На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика в зашеи затолкали, топорами чуть не изрубила, в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила, а народ-то над ним насмехался, «По делом тебе, старый, невежа, предь тебе, невежа, наука, не садись ни в свои сани!» Вот неделя другая проходит, ещё пусть старуха вздурилась, царедворцев за мужем посылает, отыскали старика, привели к ней, говорит старику старуха, «Воротись, поклонись рыбке, не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в море и океане, чтобы служила мне рыбка золотая, и была бы у меня на посылах!» Так эго, развиваясь из воплощения в воплощение, держало человека в плену заблуждений, вынуждая его совершать выбор на основе искажённых приоритетов ценностей и развитого страха, что привело к накоплению негативных последствий. Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперёк слова молвить, и вновь всё повторяется, только на синем море чёрная буря, последствия выбора. Вот идёт он к синему морю, видит на море чёрная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воют, воем воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо на старче?» и старик безвольно исполняет приказ старухи. Он находится под воздействием страха. Жертва мученик и невежественной части ума своего, обвиняя во всём проклятую старуху, клубок мыслеформ, программ, блоков, отражения всех архетипов агрессора, иезуита, инквизитора, манипулятора, диктатора, микрофила, палача, разрушителя, судью, критика и других архетипов. Старик говорит о желании этой части себя, возгордившейся перед людьми и Богом, снизвести истинный свет золотую рыбку в микробный уровень. Это когда человек, забыв о искре света, жил ложными приоритетами ценностей, когда в нём обесценивалось самое святое человеческое. Ей старик с поклоном отвечает, смилуйся, государыня рыбка. Совсем сдурела моя старуха. Хочет быть владычицей морской, чтоб жила в океане море и чтоб служила-то ей рыбка золотая, и была бы у неё на посылах. Ничего не ответила рыбка. Хвостиком махнула и исчезла кучина. Вот всё, что сейчас происходит в мире, в мировом масштабе, это и есть следствие всего того, когда каждый человек в определённых моментах своей жизни делал неверные выборы. И не только в этой жизни, а практически во всех, обвиняя кого-то или грызя себя. А на самом деле виноватых нет. Есть только уроки, есть только напоминания человеку. Какие бы ситуации в жизни не происходили, как бы деструктивными они не были, они несут в себе скрытое напоминание, подсказку. Человек, внутри тебя есть свобода выбора. Внутри тебя есть высший аспект сознания, духа жизни, любви, сознания Абсолюта. И ты имеешь свободу выбора. Выбери, воссоединись с наивысшим аспектом сознания в себе, сознания Бога, сознания, Бога-ребёнка. И начни проявлять себя истинно в своих намерениях, мыслях и действиях. Увидь разросшийся интеллект, увидеть, как микробный уровень сознания материи создаёт абсурдные ситуации. И, пожалуйста, сделай что-то. Начни уважать жизнь, в себе человеку. Начни уважать себя, человеку. И восстанови истинные приоритеты ценностей внутри себя.